МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости дня в студии Екатерина Якобсен. Наши корреспонденты готовы рассказать о главных событиях города и области. Вначале коротко основные темы выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Территория фактов. Адрес эвакуации – Чкаловская область. Оренбургский архив открывает интерактивную выставку. И начнем с официальной повестки. Накануне губернатор Оренбуржья работал на востоке области. В Новотроицке он посетил ряд социальных объектов, где в этом году проходил капитальный ремонт. Встретился с промышленниками, побывал и на предприятии «Уральская сталь», где с управляющим директором комбината осмотрел строительство нового трубопрокатного цеха. На месте обсудили перспективы его запуска в эксплуатацию. Новый цех возводят на площади 6 гектаров в западной части предприятия. Строительство производственного здания началось в июле этого года. Производственный комплекс трубопрокатного агрегата позволит производить до 250 тысяч тонн бесшовных труб в год. Потребность в них есть уже сейчас. Связана она с увеличением доли горизонтального бурения на нефтегазовых месторождениях. Расширение линейки продукции – одна из важнейших задач. Это очень дорогостоящий проект, с одной стороны. С другой стороны, он важен, потому что, когда у тебя линейка предложения шире, безусловно, устойчивость комбината и работоспособность существенно повышается. Напомню, проект на 200 тысяч тонн трубы достаточно большой. Но самое главное, мы видим, что он строится абсолютно по всем современным правилам. В рамках проекта проводят строительство производственного здания. После запланирован монтаж оборудования трубопрокатного агрегата. Также на месте возведут электрические подстанции, насосные станции с водоподготовкой. По словам управляющего директора Ильдара Искакова, завершение строительства цеха запланировано на конец 2023 года. Денис Паслер также посетил детскую художественную школу и площадку ГТО в Новотроицке. Оценил качество выполненных работ. Подробнее в материале. В прошлом году здания художественной школы начали капитально ремонтировать. Модернизация проходила в рамках социально-экономического партнерства, правительства области, администрации Новотроицка и компании «Металлоинвест». Сегодня обновленная художественная школа работает для детей в штатном режиме. Ребятам очень нравится. У нас начали сидеть и дожди на улице. Просто вот в таких пространствах, потому что сидели на скамейке. Все очень удобно. На средства областного бюджета закуплена мебель и техника. Оборудован 31 кабинет. Для каждого был разработан индивидуальный дизайн-проект. Обучается здесь более 380 детей, начиная с 7 лет. Начальное звено у нас изучает изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, лепку и беседы об искусстве. А взрослые уже дети, начиная с 10-летнего возраста, поступают, которые к нам на обучение, изучают рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, скульптура, история искусств и обязательно летняя практика, пленэр. Также появилось больше творческих пространств. В том числе выставочный зал с работами выпускников. За последние два года 17 учеников поступили в профильные учебные заведения и продолжили заниматься творчеством. Воспитанники школы показали главе региона, как проходит их занятие и подарили портрет. Портрет. Надеемся, что мы справились. Денис Паслер отметил, в новой школе есть все, что нужно для развития детских талантов. Ежегодно преподаватели и учащиеся становятся призерами конкурсов, фестивалей, различных выставок. Вслед за искусством – внимание спорту. Губернатор осмотрел новую спортплощадку. Бардак такой был у вас. Сейчас такая территория будет. И самый счастливый директор. Теперь у нас все хорошо. Ну не все еще. Говорю, надо забор доделать. Веточки надо все подрезать, все это убрать. Площадка на территории школы номер 13 Новотроицкий появилась по инициативе губернатора. Рядом с ней проходили работы по благоустройству аллеи и оставить пространство в прежнем виде было невозможно. Просто рекомендовал нам территорию благоустроить и для школы создать вот такие площадки. И в течение всего года, работая с документами, с нашими спонсорами, реализовалась эта замечательная идея. Также на обустройстве территории порядка 12 миллионов рублей в рамках социально-экономического партнерства выделили предприятия «Уральская сталь» и «Акерман-цемент». Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня. Крысы, тараканы и неприятный запах. Жители Дзержинского района жалуются на состояние и расположение контейнерной площадки. Мусорные баки стоят прямо под окнами многоквартирного дома. Несмотря на обращение жителей в различные инстанции, ситуация остается неразрешимой уже несколько лет. С оренбуржцами, столкнувшимися с мусорной проблемой, пообщались наши корреспонденты. Мусор разлетается по всей территории. Территорию сделают еще больше. Сейчас мусора столько, а будет еще больше, потому что увеличат там контейнера. Увеличить количество контейнеров – мера по решению мусорной проблемы от администрации Дзержинского района. Но суть не в нехватке баков, поясняют горожане, а в расположении самой площадки. Сюда приносят мусор более чем с 10 домов улицы Просторной. Удобно по пути на работу или автобусную остановку, объясняют жители района. А вот прочувствовать последствия – получается ли жильцам дома номер 21-3, чьи окна выходят на мусорный пейзаж. Мы как жители каждый год, во-первых, убираем парк, так как мусор у нас постоянно разлетается. Плюс у нас были и мыши, и крысы. Куда мы обращались в ТСЖ, конечно, они принимали меры. Но все-таки в такой близости от дома это расположено. Но и это еще не все. Оказавшись на улице, жильцы стараются обходить мусорную площадку стороной. Бездомные собаки, добывающие здесь пропитание, держат страхи и взрослых, и детей. У нас здесь медучреждение в доме, у нас здесь площадка, очень близко парк. Этого не должно быть, потому что там есть нормативы. 50 метров от парка, от зоны отдыха, от медучреждения тоже 50 метров и от дома. Там есть определенные нормативы. Все это нарушено. Оренбуржцы сообщили, что обращались в различные инстанции, но ответа либо не было, либо приходило отрицательный. Сейчас на месте идут ремонтные работы. Планируют установить новые баки. Сделаем, чтобы было красиво, сообщили в администрации Северного округа. А вот в переносе площадки отказали. В округе сообщили, мусорную площадку с заменой баков установят уже до конца года. А на перенос нужно больше времени. На согласование и поиск средств. К запросам в мэрию обратились и мы. Возможен ли перенос мусорной площадки по просьбе жителей? И не нарушает ли нынешняя норма расположения? Ждем ответ. Юлия Тюшевская, Андрей Булатов. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся и вот что будет далее в программе. Дороги в нормативное состояние. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтировано 300 километров. Вернется ли в школу единая форма? Предложения министра просвещения России обсуждают на местах. Территория фактов. Адрес эвакуации – Чкаловская область. Оренбургский архив открывает интерактивную выставку. Это новости дня. Мы продолжаем. В 2022 году в Оренбуржье отремонтировано около 20 километров межмуниципальных дорог, на которые поступало большое количество обращений оренбуржцев. Проблемные участки были включены в план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на текущий год, сообщают в правительстве области. Большая часть обращений поступает в Центр управления регионом. Это позволяет ведомствам составить перечень первоочередных объектов по благоустройству территорий, строительству и, конечно, ремонту дорог. В основном это межмуниципальные дороги с гравийным или асфальтобетонным покрытием. Построены 40-50 лет назад и ни разу не ремонтировались за это время. Их состояние ухудшает регулярные движения большегрузов нефтяных компаний и сельхозпроизводителей. Поэтапно приводим эти дороги в порядок, повышая транспортную доступность территорий. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» дотациям, которые направляем муниципалитетам. В Бузулукском районе по запросам жителей капитально отремонтирован подъезд к селу Державина. Общая протяженность двух участков – 11 километров. Здесь полностью заменили все слои дорожной одежды, включая основание, отремонтировали водопропускные трубы под насыпями, установили новые барьерные ограждения, остановочные павильоны и дорожные знаки. Дороги улучшат транспортную доступность семи сел района с общей численностью населения около 1400 человек. В Гайском городском округе отремонтирован участок межмуниципальной автодороги подъезд к поселку Халилова. Асфальтобетонное покрытие дороги было изношено практически на 100%, в особенности на участке, примыкающем к федеральной трассе Оренбург-Урск. Теперь участок в нормативном состоянии. В Ташлинском районе гравийное покрытие межмуниципальной дороги Ясная поляна Кенделя-Бородинск заменили на асфальтобетон 1 километр. Новое покрытие обеспечит комфортное передвижение через поселок Бородинск. Всего в этом году по нацпроекту в Оренбуржье ремонтируют более 300 километров региональных и муниципальных дорог. Работы завершены на 85 из 89 объектов. Уложено 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. 99% из запланированного. Единая школьная форма, реальная инициатива. С середины ноября такое предложение обсуждают в Министерстве просвещения России. По мнению чиновников, это поможет наладить дисциплину в учебных заведениях и положительно отразиться на образовательном процессе. Как к такому решению относятся в Оренбурге, выясняла Алена Круглова. Светлый верх, темный низ или бордовые сарафаны. Внешний вид школьников меняется регулярно, но постоянно одно – наличие униформы. Несмотря на то, что за последние годы ученики стали более свободно относиться к школьному дресс-коду, эту тенденцию стараются постепенно возвращать в учебные заведения. Однако в погоне за опрятным внешним видом зачастую родители не обращают внимания на качество товара. Если раньше жестко проверялись производители школьной формы на такие требования, как воздухопроницаемость, гидроскопичность, то сейчас вы видите, что, ну, конечно, засилие китайских товаров, и многие родители, но в силу того, что все-таки это подешевле, этим легко пользуются. Они для себя должны понимать, какой эффект скафандра они создают для ребенка. В прошлом году в Пермском крае уже запустили производство новой школьной формы. Делалась одежда по особым требованиям из специальной ткани. Сейчас во многих школах Оренбуржья форма своя, зачастую как отличительный элемент учебного заведения. Каждый ученик пятого лицея обязан носить форму классического стиля. Можно поиграться с гаустками, надевать разные черные, белые, синие. Но обязательно или синяя, или белая рубашка. Я считаю, что школьная форма, она не только нужна, но и важна, так как она дисциплинирует учащихся, она объединяет их. Дети могут также и самовыражаться, но при этом выглядеть опрятно. Еще с советских времен во всех школах соблюдался единый стиль. Девочки носили платья и фартуки, мальчики – рубашку и брюки. В теплое время года штаны заменяли на шорт. И для любого школьника-пионера неотъемлемым элементом был гаустук. Сегодня педагоги считают, что единый образ для школьников поможет быть более собранным и вернуть его необходимо. Чувство ностальгии, как это было у нас. И как нам это нравилось, как это нас объединяло. Я хочу сказать, что как раз нам сейчас и нужно добавлять все больше элементов, которые нас будут объединять. По мнению оренбургцев, внешний вид влияет и на отношения между школьниками. Из-за разброса в одежде происходит социальное расслоение. Мы учились, у нас форма была у всех одинаковая, чтобы никто не выделялся. Потому что кто-то обеспеченный, кто-то нет. Лучше пусть у всех одинаковое все будет. Идейная форма, да? Ну, с моей точки зрения, она дисциплинирует учащихся. Вот. Ну, чтобы она была красивой, нравилась детям. А все остальное, в принципе, я не против. То, что это на дисциплину повлияет, нет, я не считаю. Просто они все одинаково, красиво, не нужно выбирать, что им покупать. Более дети равны. Выражение своего положения. Никто не отличается. Более дисциплинирует. Законопроект о введении единой школьной формы уже внесен на рассмотрение в Госдуму. А будет ли создан образ российского школьника, пока этот вопрос остается на усмотрении каждого учебного заведения. Алена Круглова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Сохранить для истории. В Объединенном государственном архиве Оренбургской области открылась выставка «Адрес эвакуации. Чкаловская область». Именно с этой экспозиции стартует проект «Территория фактов». Елена Еремина и Андрей Булатов познакомились со страницами военного времени. Как было организовано? Это эшелоны, которые шли в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров о питании эвакуированного населения. То есть в течение всего нахождения в эшелоне. И потом 5-7 дней после обеспечивались питанием, горячим питанием, двухразовым. А затем уже, конечно, трудоустраивались на месте. Адрес эвакуации – Чкаловская область. Есть крупномасштабное перемещение в деталях. В годы Великой Отечественной войны в Чкаловскую область прибывают более 240 тысяч человек. Первые эшелоны, по данным представленных документов, уже 9 июля 1941 года. На выставке представлен фрагмент списка прибывающих в годы Великой Отечественной войны в Чкаловскую область. Среди них есть и известные нам писатели Стругацкие. Они находились в это время в Ташле. Выдержки из Оренбургского государственного архива. Из них можно узнать не только об эвакуированных в наш регион людях, но и предприятиях. Прибыло 90 организаций. Среди них Витебский станкостроительный завод имени Кирова, Гомельская трикотажная фабрика имени 8 марта. Безусловно, и сбор документов, и их хранение для чего? Для того, чтобы использовать. Для того, чтобы наши граждане, наша молодежь могли с ними знакомиться, изучать по ним нашу историю, наше прошлое, наши традиции. Для того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Выставка открыта в рамках проекта «Территория фактов» военно-патриотического поискового клуба «Патриот». Он получил грантовую поддержку по итогам второго конкурса президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Объединенный государственный архив Оренбургской области – партнер в реализации. На этой же площадке оборудована зона для просмотра фильмов о военном времени. Молодежь оценила все возможности. Площадка довольно-таки интересная. Мы молодое поколение, которое должно продолжить искать информацию о том, что происходило до нас. Экспозиция на основе архивов – только часть проекта «Территория фактов». В его рамках будет организована работа в поисковом направлении. Изучение мест сражений и знакомства с ними оренбуржцев. Образовательное – проведение лекций и семинаров. Уже намечены планы. Вместе с оренбургским архивом поисковики поедут в российский архив кинофотодокументов. Будут искать дополнительные снимки и кинохронику. А в рамках поисковой экспедиции весной в Смоленской области будет снят фильм «Присутствие». Его покажут на новой площадке. Елена Еремина, Андрей Булатов. Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы – соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую вы не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.